То, что обещали. То есть это не СВОшная зарплата. Российские военные, воюющие в Курской области, жалуются, что власти их кинули и не платят деньги, обещанные за убийство украинцев. В студию к пропагандистам на радио «Комсомольская правда» дозвонился слушатель. Это, кстати, один из, наверное, последних эфиров в России, куда еще можно позвонить. Позвонить в прямой эфир и задать вопрос. На всех других каналах эту функцию уже забанили, чтобы неудобные вопросы вообще никак в эфире не звучали. Но вот на радио «Комсомольская правда» еще осталась такая возможность. Им часто в эфир звонят разные люди, которые задают щекотливый для российской власти вопрос. И вот в эфир дозвонился российский слушатель, который рассказал душераздирающую историю своего друга. Этот друг решил заработать денег, об этом говорится прямо, и подписал контракт на СВО. Но российские власти отправили его воевать в Курскую область, где никакой СВО официально нет. И, соответственно, все вот эти обещанные многомиллионные выплаты не положены. Там российские военные воюют фактически за просто так. Ситуация какая? У нас товарищ с работы третьего уехал в Москву, значит, заключил контракт через Яблоневую, или как она там улица? Яблочково. Яблочково, да, точно. И получается он, ну, это полк, не знаю, можно, нельзя называть Рязанский ВДВ. Ну, смысл в чем? Человеку 49 лет, ипотеки там, кредиты, короче, куча проблем. Как говорится, пошел Родину защитить и, как говорится, что-то заработать. Класс, мне вот это особенно нравится. Пошел что-то заработать. Знаете, на убийстве граждан соседней страны, ну, действительно, что бы не заработать, да. Тех, кого еще недавно называли они там у себя братским народом, теперь у них называется заработать, да. Пойти украинцев пострелять. Ну, просто, понимаете, человеку 49 лет, уже там пенсия скоро, а у него там проблемы, как он говорит, кредиты, ипотека. Ну, действительно, что бы не заработать, да. Но беда пришла откуда не ждали. Представляете, российское правительство отправило любителя вот этих кровавых денег воевать в Курскую область, а там выяснилось, представляете, на нее не распространяются все вот эти обещанные многомиллионные выплаты. Их под Курск бросили уже на боевом задании с неделю. И получается, что супруга вот говорит, что им не положены ветеринарские удивосоверения. Зарплаты у них не и слошные, как обещали, 210 там или сколько тысяч. Ну, в общем, все. То есть ни зарплаты, ни ветеранские, ничего им не положено. Какая досада. Представляете, человек просто хотел немного заработать, и тут такой удар в спину. Оказалось, что выплаты не положены. При этом шансов погибнуть или покалечиться у него ровно столько же, как и у российских военных на других участках фронта. Кстати, характерно, что пропагандисты не стали отрицать, что такая ситуация действительно сложилась. Не стали отрицать, что российских военных действительно кидают с выплатами в Курской области. И подтвердили, что им тоже известно множество таких случаев. До нас такие сигналы доходят каждый день, что под Курском вот такая вот бодяга. Скажите, сколько человек этот уже там на фронте? Сколько с момента? Он 3 сентября уехал с Краснодара. То есть он минимум 5-го, ну максимум 5-го он там контракт заключил. Понимаете? 49 лет человеку. Про зарплату ничего не буду говорить, но зарплата не то, что обещали. То есть это не СВОшная зарплата. Как видим, российские власти стали банально кидать своих наемников, которым изначально обещают какие-то невероятные миллионные выплаты, но затем идут на различные ухищрения, чтобы эти обещанные деньги не платить. И если подумать логично, почему это происходит, почему российские власти так поступают, то ответ, собственно, очевиден. Очевидно, у них заканчиваются деньги. Они просто не могут тянуть такие непомерные расходы. И поэтому они вынуждены идти на вот такие уловки, ну и банально кидать людей, которым они сначала обещают гигантские зарплаты, а потом их не платят. Я думаю, если бы у них было достаточно денег, если бы все было хорошо, то, конечно, не было бы смысла вот так обманывать своих же военных. И в Курской области платили бы точно ровно столько же, не меньше, чем на других участках фронта. Раз они не платят, это означает, что денежки кончаются, да, бюджетик-то иссякает, уже не тянет он вот эти вот гигантские там какие-то сотни миллиардов и триллионы расходов на вот эту бессумно, абсолютно бессмысленную войну, от которой точно Россия глобально, так если разобраться, ничего вообще не выигрывает. Характерно, что вот этот самый ведущий, Виктор Баранец, дальше стал жаловаться, что да, вот он поднимал этот вопрос, он пытался поднять этот вопрос в эфирах, но он пожаловался, что ему дали за это по лбу. Их объяснили, что, собственно, в Курской области нет СВО, а раз нет СВО, значит, и вот эти все выплаты не полагаются. Михаил вам правильно сказал. Я бился за таких, а мне сказали, Баранец, скажи, пожалуйста, а ты не видел, что на Курской области нет СВО? В отчаянии дозвонившийся слушатель рассказал, что теперь его друг, который подписал контракт, чтобы заработать, в итоге зарабатывает даже меньше, чем зарабатывал на гражданке, где спокойно жил дома и вообще ничем не рисковал. Вот ему и платят не как участнику специальной военной операции. Так он получается сейчас меньше зарабатывает, чем на гражданке зарабатывает. Спасибо, мы поняли вас, спасибо. Что мы можем вам сказать, это недопустимо. Так кидать народ нельзя, тем более... Особенно мне понравилось, как на этой веселой ноте заиграла героическая музыка, и слушателя отключили от эфира. Говорят, это недопустимо так кидать людей. Ну, ничем по факту не помогли, поставили песенку «Вставай, страна огромная», и все, пока пиши письма Путину. И еще одна характерная деталь, да, вот вы заметили, что в этом же диалоге ни слова вообще не сказано, смотрите, ни про какой патриотизм, да, ни про какую идею там, борьбу за идею. Я не говорю уже там про деноцификацию, демилитаризацию, уже никто и не помнит этих слов даже, их никто всерьез не произносит в эфирах. То есть, смотрите, речь идет только про бабло. То есть, это война за бабло, этого никто уже даже не пытается скрыть. То есть, в чем драма? В том, что вот какой-то мужчина в 49 лет решил подзаработать, убивая граждан соседней страны, а ему не заплатили. И там, да, кульминация просто, вот апогея этого диалога, что слушатель говорит, что, мол, он на гражданке мог бы, значит, больше заработать, у него зарплата была выше. То есть, главная трагедия здесь в том, что человек прогадал. Представляете, вот он пошел, значит, за деньгами, а мог бы, ничем не рискуя, сидеть дома и заработать даже больше. Смотрите, ни слова про Курскую область, да, что вот на Курскую область напали, нужно сплотиться, нужно родину защищать, там не время думать о деньгах, да вообще такого нет, да. То есть, идет тупо торг, вот вся история о том, что обещали миллионы, а их не платят, ай-яй-яй. Как же так? Этот человек мог свои 49 лет спокойно там заниматься своими делами, жить в своем родном городе и зарплату получать, и проводить время с семьей, еще там развлекаться и так далее. А вместо этого он теперь копает окопы, ходит в мясной штурм, и не факт, что вообще доживет теперь до конца этой войны. Ну, во всяком случае, целый и невредимый, это еще меньше шансов, да. И вот тут главная драма, что его родственники даже в случае чего белую ладу не получат. Представляете, какая трагедия? То есть, это на самом деле очень важный кейс, который нужно как можно больше тиражировать, показывать, потому что россияне должны это видеть и знать, что вот эти деньги, которыми их соблазняют, да, завлекают на фронт, это еще не факт, что они их получат. Видите, как бы случаи есть разные, и российские власти под разными ухищрениями стараются эти деньги не платить. А почему? Потому что у них этих денег все меньше. Ну и, соответственно, чем дальше, тем таких эксцессов, очевидно, будет больше и больше. Вот это нужно как можно больше доносить, да, как можно более широкой аудитории. Поэтому оставьте комментарий, лайк, ну, давайте сделаем так, чтобы видео получило больше охват, соответственно, больше просмотров, ну и больше людей увидели правду о том, что на самом деле происходит в России. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал.